Всем хай дорогие друзья, с вами Валерий Хаус и мы продолжаем проходить квест под названием Капитан Маргана и Золотая Черепаха. И раз уж вы начали смотреть мое видео, зашли на мой канал, ставим лайк, нажимаем подписку и поехали. Итак, в прошлой серии мы убрались дома, все почистили, все подмели и теперь пришло время поиграть с друзьями. Отправляемся. Так, я так понимаю, нам надо отправиться туда, в ту сторону штурвала, где была написана развилка, ибо здесь ничего, у наших друзей нет никого. Переход по карте. Моргана, спаси нас! Проваливай, Моргана, мы не хотим тебя здесь видеть. Какой злой. В каждой компании есть парень-хулиган. И это у Морганы тоже не исключение. Что, правда? Тебе кто-то дал право голоса? Я тут командую, выполняю мои приказы, или у тебя какие-то вопросы? Так. У нас есть какое-то задание. Арна запугивает моих друзей, он заслуживает хорошего урока. Пора поиграть. Ну давай. Так, заслуживает хорошего урока. Я так понимаю, нам надо его проучить как-то. Как это сделать, пока неизвестно. Так, что у нас здесь есть? Дозорная скала. Я назвала этот валун Дозорная скала. Отсюда я могу видеть весь остров и его окрестности. Это должно быть самое высокое место в мире. Моргана такой позитивный человечек. Но взять мы его по-любому не возьмем. Я не могу туда забраться без посторонней помощи. Понятно. Сломанная лестница. Лестница сломана. Капитан Очевидность. Я не могу поверить, что кто-то это сделал. Я потратила столько времени, чтобы сделать лестницу. Которой можно забраться на этот валун. Я использовала особый морской узел, которому меня тоже научил папа. Арна сломала ее. Он был слишком напуган, чтобы взобраться и сделал это назло. Так. Нелл. Бобби. Арна. Бобби один из моих лучших друзей. Когда он напуган, то заикается. Мне кажется, Нелл уже положила на него глаз. Хи-хи-хи. Женские шуточки. Давайте поговорим с Бобби. Привет, Бобби. Что там, что там, Арна? Эй, оставь моих друзей в покое и уходи. Твоих друзей? Ты глубоко ошибаешься, Арна. Нелли одна из моих лучших подруг. У ее родителей овощная лавка внизу возле доков. Цехой бизнес семейный. Отлично. Привет, Нелл. Что там, Арна, опять там... Уходи, ты не можешь так разговаривать с своими друзьями. Так, Арна, слушай. Арна, отпетый хулиган. У него есть братья, такие же злобные. Наверное, у них вся семья такая. Давайте с ним поговорим. Почему бы нам просто не поиграть, Арна? Потому что я тут командую. Я не хочу видеть тебя здесь. Какой-то дерзкий. Ты знаешь, чем все это закончится, Арна. Ты уверен, что хочешь сделать это? Может, ты думаешь, что сможешь со мной справиться? Разве так не было всегда? Друзья-хулиган. Давайте выберем друзей. Почему бы нам не поиграть как друзьям? Потому что ты никогда не давала мне поруководить. Хорошо. Что если ты сегодня поруководишь? Никогда. Бьюсь я в заклад, что это какой-то трюк. Так. Давайте сохранимся. В таких играх надо частенько сохраняться. Потому что всякие подвохи бывают. Смотрите. Зайчик. Выглядывает. Выглядывает и заглядывает обратно в камень. Так. Почему бы мы просто играть вместе? Потому что я в charge, и я не... Ты знаешь, как это закончится. Давайте выберем второй вариант. Да что ты? Не умирай всегда. Почему ты такой задира, Арна? Потому что это весело. А почему еще? Что он рыгает? Никто не будет дружить с тобой насильно. Я не вижу, чтобы Нел с Бобби жаловалась. Не будь тупицей, просто они боятся тебя. О, тогда может тебе тоже стоит бояться? Нет. Не идет этот человек на контакт. Так. Его надо как-то проучить. Доки. Оки-доки. У нас есть меч. Давайте мечом ему по голове дадим. Не бойся, Нел. Все будет в порядке. Бобби, пожалуйста, присмотри за Нел. Я позаботюсь о Барна. Ладно, Арна, ты не оставляешь мне выбора. Я вызываю тебя на дуэль. Оп. Как раз то, чего я хотел. Теперь приготовься к смерти. У нас деревянные мечи, тупица. Никто не умрет. Ну вот ошибается. Деревянным мечом тоже можно убить. Так, дуэль на деревянных мечах. Пора проучить, Арна. Используйте стрелки лево-вправо. Чтобы двигаться, дважды для рывка. Жмите Ctrl для быстрой атаки или Alt для сильного удара. Так, лево-вправо. Ctrl-Alt. Давайте попробуем. Такая, что это вообще? На, держи, держи, держи. Сейчас я тебя нахлобучу. О, он помпал по мне. Ты знал, что девочек нельзя бежать? Я помню, я наигрался в Assassin's Creed. Так что у меня есть опыт. Так, так, так. Оп. Дуэль на деревянных мечах вы выиграли. Отлично. Ты не оставил мне выбора, Арна. Давай, давай, аплодируй мне. Молодец. Вау, ты одолел его. Ура, Моргана, прикончила Арна. Я не убила его. Он просто без сознания. Всего-навсего. Ты уверена? Он не подает признаков жизни. Конечно, он просто вырвался. Еще и храпит. Видишь, он без сознания. Так. Надо сохранить. В смысле, что она делает? Арна. Да. Я же навел на Арну, что она... О. Арна, отпетый хулиган. Всегда бы он был... Всегда бы он был таким тихим. Так. Ну что? Начнем играть, да? Арна запугивает моих друзей. Она служит хорошей урока. Урок мы преподали. Давайте поговорим. Мы же так не смогли с ним поговорить. Со своими друзьями. Привет, Бобби. Здравствуй, Моргана. Арна? Арна снова задирал тебя? Не очень. Но меня волнует, что он придумает в отместку. Я разберусь с ним, если он снова что-то затеет. Спасибо, Моргана. Снова спасибо, Моргана. Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, я сделаю все, что угодно. Ловлю тебя на слове, Бобби. Привет, Мел. Привет, Моргана. Я рада, что Арна нет. Ты была великолепна. Да, это правда. Арнольд ударил тебя? Нет, он просто запугивал нас, но он всегда меня пугал. Похоже, придется присмотреть за тобой. Спасибо, Моргана. Зови меня, когда тебе понадобится помощь. Отлично. Мы завоевали доверие друзей. Так. Доки. Отсюда открывается прекрасный вид на доки. И наоборот. Что, я так полагаю, нам надо... Раз здесь больше никаких действий нет, нам надо... Сюда забраться. Я не могу туда забраться без посторонней помощи. И как же нам это сделать? Бобби-то у нас сильный. Бобби – один из моих лучших друзей. Привет, Моргана. Привет, Моргана. Спасибо, Моргана. Нет, больше здесь что-то я смотрю, ничего делать нельзя. Может, вернуться? Я не хочу уходить, я еще играю с друзьями. В смысле, блин. Что делать? Что делать? Попробуйся сэкономить. Хоть веревка пригодится. А, веревка взять. отлично зачем нам веревка может арно связать да ладно он хулиган но не настолько же да ладно у него точно все будет болеть когда он начнется так ему и надо за то что он такой хулиган свирепые дети я думаю он слишком глубь чтобы чувствовать боль такси гену кейс но спасибо марган если вы когда не понадобится моя помощь и сделай все что угодно смутник коми они там не понятно и поблагодарили что дальше надо же играть актам слайна ай бобби а ламу кейн такси гаму кейн а он улит непонятно о у нас в инвентаре появились бобби и нел давайте бобби у нас посильнее бобби можешь помочь мне забраться на этот камень конечно я помогу тебе в чем угодно моргана да она голову в сентябре слушайте внимательно салаги мальчатин есть капитан так точно моргана с так как вы моя преданная команда я щедро награжу вас добычей после нашего рейда на на но корабль подплыл какие то хеха птицы такие сидят кто это чайки папа но мы должны совершить рейд на твоего отца а зачем мы станем это делать нет 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 я только что видел король моего отца он наконец то дома так мне нужно видеть его прямо сейчас так так возвращаемся к дому нужно встретить отца а нет ни к дому о нет это арно прячется в кустах впереди должно быть веревка лопнула когда мы столкнули его с холма арно прихватил с собой братьев хорошо что я увидел их до того как они меня заметили даже мне не обойти их безмозглых ферзил а даже мне не обойти этих безмозглых ферзил придется идти в обход если я не смогу избавиться от них так сохраняемся и мне нужно избавиться от арно и его братьев освещенный камень на поверхности камня прекрасно отражаются солнечные лучи я не могу взять это с собой конечно не можешь такой камень то никто не может с собой взять так сухая трава с права высохла потому что у нас не было дождей много недель подряд я возьму немного может задаться задобрить осла зачем нам задобрять осла так получается туда нам не пройти и понятно понятно там у нас арно со своей командой давайте попробуем задобрить осла только зачем непонятно непонятно похоже осел стоит тут годы а а этот осел более упертый чем Диего кто такой Диего так давайте попробуем задобрить осла нет он не хочет есть совсем зажрался глупый осел но тем не менее я не виню тебя вероятно это на вкус как солома я же говорю капитан очевидность так а понятно мне надо короче чтобы осел ушел отсюда и вот в обход тоннель пастушья трость это трость которой пользуются пастухи а это наверно пастух нет не надо брать эта трость привлекательно выглядит но я должна спросить разрешение прежде чем взять ее повозка повозка заблокировала мне путь я не умею править повозкой так понятно надо что кто это интересно почему извозчик не хочет убрать свою повозку думаю это он там под деревом смотрите кто это это же этот червячок армагеддон кого только не напихали из дупла выглядят посмотрите одноглазый с капитанской шляпой неизвестный персонаж неизвестный персонаж должно быть это извозчик не похоже что это его сейчас беспокоит он быстро уснул глаза чьи то из дупла торчат эй простите мне нужно подвинуть повозку ему походу пофиг не могу поверить что можно спать так громко так чем же его можно разбудить мокрой тряпкой нет ну это магнит бессмысленно это по-любому ударить его мечом так что делать он откуда ответить что это мокрой мокрой Спасибо, Моргет. Спасибо, Моргет. Спасибо, Моргет. Спасибо, Моргет. Я не могу это взять с собой. Ой, там высохла тряпка. Тряпка полностью высохла. Так, и что дальше? Ну, высохла тряпка, а что дальше? Может, мы что-то пропустили, я не знаю. Что-то лежит где-нибудь. О, фляга с водой. Это фляга с водой. Взяли флягу с водой. Что-то на камне делать? А, может, обрызгать это водой? Нет? Нет? Точняк. Что? Что? Эй, зачем ты это сделала? Ваш храп беспокоит весь остров. Давай поговорим с ним. Здравствуйте, сеньор. Это ваша повозка? Все верно. Я Мануэль, извозчик. Так, повозка. Можете сдвинуть повозку? Жаль, но это мой осел. Он старый и упрямый. Вы можете что-то сделать? Ну, я могу расслабиться и подождать. Однажды он сдвинется. Может, через пару дней. Нормально. Пару дней у нас нет. С вашим ослом все в порядке? Да, он всегда так выглядит. Разве мы ничего не можем сделать, чтобы сдвинуть его? Вообще-то только огонь или молния могут сдвинуть его с места, если он в таком настроении. Огонь или молния, я, короче, понял. Отражает солнечные лучи. Мы взяли дно разбитой фляги. Надо, короче, огонь развести, получается. А тряпку мы зачем высушили? Отлично сработало. Надеюсь, у меня есть причина сделать это. И? Эй, я не хочу поджечь себя. В смысле? Ну, короче, огонь есть. А-а-а-а. Хелло, сеньор. Ну, и... Трость. Я могу доложить вашу трость? Я могу доложить вашу трость? Да! Да! А, теперь даже у нас взаимодействует со тростью. Так. Надо, короче... Факел. Что ж я сразу-то не догадался. Ха, осел такой вообще. What? Ну, это... Эти свалили, да, получается? Диего! Диего! Я рада тебя видеть! Я думал, это папа стоит. Серьезно? Конечно! Это значит, что папа дома. Ха-ха! Я должен был догадаться. Я должен вернуться на корабль. Я пришел сюда, чтобы помочь ему со снаряжением. Пока, Диего! Пока, Диего! Так. К нашему отцу бежим. Бежим, 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 бежим. Закрыто. Это происходит каждый раз, когда папа возвращается домой. А все потому, что они хотят пообниматься. А-а-а! Мы-то знаем, что они хотят. Не понимаю, зачем им закрываться и почему это всегда так долго. Родители чудные. Я уже три месяца не видела папу, залезла через окно в спальне и удивлю его. Мы-то знаем, чем-то они занимаются. Так, через окно. Нет ничего интересного здесь. Нет? Окно в спальне. Я не могу забраться прямо отсюда. Мне нужна помощь, чтобы забраться туда. А, вон, идут, идут. Надо на окно, наверное, направить Бобби. Эй, Бобби, иди сюда, пожалуйста. Мне нужна твоя помощь. Не думаю, что я настолько высок, но я попробую. Я рада, что ты мой друг сюда. Ты всегда хочешь... Ты отличный капитан во всем мире. Я не могу пострелиться от него. Это мне нужно помочь. Как ты? Я люблю тебя. Воу, ты отличный. Бобби — один из моих. Он был прав, когда ты... Требеновый. Требеновый. поможешь мне добраться до окна как я это сделаю залезая на плечи к бобби не думаю что это хорошая идея слышала капитана запрыгивай да бобби как скажешь а бобби она слушается лестница из людей понятно приготовься салаги и так точно так точно ой 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 обиду вы оба в порядке да раз ржут начат в порядке мы в порядке отличная работа я знала что моя команда пиратов не окажется плаксами я хочу поскорее видеть папу бортик окно спальню давайте уже окно в спальню и что никого нет должно быть они в другой комнате странно это окно в спальню моих родителей так и что делать то увидимся позже моргана нам можно идти конечно моргана пошла встретиться с папой а вон чё ты точно уверен а на сайт не жаль но дядюшка эдуарда пропал в море нет нет это неправда дядюшка эдуарда живой папа я убегу к морю найду его не так жаль моргана я надеялся что это не так но это так если его смыло за борт во время шторма у нас не осталось надежд что он остался в живых дядюшка эдуарда итак что друзья на этом я заканчиваю серию кому понравилось ставим лайки подписываемся на канал группу вконтакте я со всеми прощаюсь вторую главу начнем проходить уже следующей серии всем пока а